В индийских санскритских текстах периодически встречается термин «тюрок». На санскрите он звучит как «турушка». Этим термином жители Индостана называли «все тюркские народы». Примерно с X века термином «турушка» в Индии называют не только тюрков, но и мусульман, так как большая часть элиты и воинов, захватившая подавляющую часть средневекового Индостана, имела тюркское происхождение. Также «турушка» у индусов – это страна Туран или Туркестан, исконная земля тюрков. Кушанские правители были первыми названы в средневековых санскритских текстах термином «турушка». Предполагается, что под именем кушанов на севере Индостана выступали кочевые племена Юэджи. А название Кушаны могло принадлежать одному из родов Юэджи, который объединил все степные племена, пришедшие в Бактрию и создавшие новую политическую систему. Кушаны в первые века н.э. создали огромную империю на территории Индии, Пакистана, Афганистана, Центральной Азии и Синьцзяня. Они покровительствовали местным религиям – буддизму, индуизму и зороастризму, и были знамениты строительством многих зданий, как культовых, так и светских. Самое раннее время, с которым связывается термин «турушка» в Индии – это первые века н.э. Средневековый кашмирский хронист Калхана, живший в XII веке, в своем труде Раджатараангений писал о том, что цари Кушанского царства, такие как Хушка, Джушка и Канишка, имели тюркское происхождение. Они были из рода Турушка, добавляет этот автор. Он писал в своем трактате, царьи эти были полны благочестия, хотя и происходили от рода тюрков. Они построили во многих местах Индии большое количество храмов, монастырей, буддистских ступ и прочие строения. Эти сведения о царях Кушан подтверждал и знаменитый Аль-Беруни в своем рассказе о происхождении тюркских шахов Афганистана. Он упоминал, что Канишка также относился к тюркским правителям. Беруни подробно писал о тюркских племенах в Кашмире на севере Индии. Он сообщал, что река Инд берет начало в горах Унанг, стране тюрков. Эта страна находилась на севере современного Кашмира, в Балтистане и вокруг Памира. Тюркские племена, которые там проживают, по сведениям Беруни, называются Пхатаварьян, а их царь Пхата-Шах. Далее Беруни писал, что у них есть города Гилгид, Асфира и Шилтаз, а язык у них тюркский. От их набегов приходит в ужас весь Кашмир, добавляет в конце Беруни. Имена правителей Кушанского царства могут легко этимологизироваться на основе тюркских и монгольских языков. Например, имя основателя Кушанской династии Герая легко можно найти среди имен тюркских правителей. Здесь могут быть параллели с именами Кирей или Гирей, а также с названием рода Кирей. Другое имя Кушанского царя Куджула имеет явное тюркское значение и также широко распространено среди тюрков. Схожим по значению может имя Кучлук или Кушлук, где имеется тюркский корень Кучлу, Кушлук или Куджалу, что означает «сильный». Имя следующего Кушанского царя Токто или по-другому Вима Токто очень схожи с именем Токта, Токтай или Токтамыш. Также подобное имя встречалось у дунайских булгар. Возможно, Юэджи и Кушаны имели смешанный состав, как и большинство кочевых народов того времени. Часть из них имела европеоидные черты, а другие – монголоидные. В их союз вполне могли входить тюркоязычные и ираноязычные народы, но их стержнем были кочевые племена, носители тюркско-степной культуры. Поэтому, соответственно, у средневековых авторов были серьезные основания считать кушанских правителей выходцами из рода Турушка, то есть тюрками. Этот факт подтверждали и многие советские историки, которые активно изучали истории кушан. Так, ученый Пигулевская в своей монографии «Сирийские источники по истории народов СССР» писала, что в состав государства кушан входили саки, тохары и тюрки. Наличие тюркского элемента сказывается, например, в том, что правители кушан носили тюркский титул «Ябгу». На монете кушанского правителя Куджулы Катфиза, датируемой первым веком нашей эры, есть надпись индийским письмом «Харошти», где написано «Кушанский Ябгу, Куджула Катфиз, стойкий вере». Следует отметить, что в санскритской литературе термин «турушка» не смешивался с наименованиями других народов Северо-Индостана. Например, кашмирский автор XI века Самадева в своих книгах разделял тюрков, таджиков и индусов. Также Самадева считал, что санскритские термины «хунны» и «турушка» дождественны друг к другу. В одной из книг этого автора есть рассказ, где повествуется о могущественном индийском царе Удаяни, современника Будды. Этот царь, согласно рассказу Самадевы, завоевал некую страну на северо-западе Индии, где армия его противника состояла из конницы тюрок. Также он их называет гуннами. Война между Удаяном и тюрками была ожесточенной. Несмотря на попытки некоторых людей укоротить историю тюрков, встречаются факты, которые говорят об обратном. Примечательно то, что индийские авторы пишут о тюрках, которые активно действуют еще во времена Будды, а это приблизительно VI век до н.э. Древнеиндийские источники содержат много интересных сведений о тюркских и в целом степных народах. Поэтому их изучение может выявить новые актуальные факты и данные, и по-новому переосмыслить некоторые исторические периоды, связанные с расселением тюрков на территории Индостана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова